Вот характерный пример. Там, естественно, все в порядке с инклюзивностью и повесткой. Там должны быть черные, будут черные. Таргаряна черные быть не могут, но зато будут виларионы черные. Отлично. И вот там замут, на котором построено вообще все, в смысле конфликта. Там же это все конфликт из-за престола. Что есть две ветви одной семьи. Одна доченька короля, родная. Дыни Таргаряна на минималках. На овечку, извините. Дыни Таргаряна на минималках. И новая жена короля, которая ему рожает сыновей. Кто будет править? Потому, что назначили наследником престола дочку. Потому, что непонятно было, будет сын, не будет сын. Король вообще отъедет сейчас. Ну, хоть кому-то оставить. Вот дочка есть единокровная. Соответственно, ей. Она официально наследник престола. И она рожает тоже детей. Соответственно, кто будет на престоле? Дети короля непосредственно или внуки короля? Надо как-то это развести. Мартын все развел нормально. Там все понятно из-за чего, как, что. Все ясно совершенно. А тут сучки этой крашеной белобрысой, Рейнири, которая дыни на минималках, наконец всучили мужа. Ей пять серий не могли мужа всучить. Наконец всучили. Виларион, негр и пидорас по совместительству. Заднеприводной. Соответственно, он ее не шпилит. Потому, что ему нравятся дяденьки. Ему нравятся дяденьки. Ну, это в конце концов тоже бывает такое. Ну, что делать? Ну, я правда не знаю. Я бы на его месте собрался бы и все-таки ради семьи заделал бы ей двух-трех детей. Собрался бы, силами закрыл глаза. Вызвал двух постановщиков симпатичных. Исправился бы обязательно. Похер, что баба. Но тот не справляется. И она сожительствует со своими гвардейцами. А конкретно с одним Харвином Стронгом, который делает ей детей. Трех. И, значит, такие все ходят и говорят. Как так? Вышло вчера. У шпака магнитофон. У пошла медальон. Все таргаряны белобрысые и сапфировоглазые. А что-то у нее дети. Вы представляете? Волос каштановый. Глаз карий. Может, это не от мужа? Дети. Я говорю, вы ебнутые. Вас не напрягай, что дети у нее белые, а муж черный. И они по всему фильму ходят и рассуждают. А может, они бастарды? Ну, то, что вы показываете, они, конечно, бастарды. Причем это сразу видно. Потому, что не может быть белых детей у черного мужика. Никак. И когда вы серьезными рожами просто это обсуждаете на фоне того, что вы показываете? Я даже уже орать не могу. Потому, что... Доктор, доктор. У нас детей нет. Потому, что он зайчик, а я белочка. Нет. Потому, что вы мужики. Поэтому у вас нет детей. А эти дети есть. Но они другого цвета кожи. Из-за этого это основной конфликт всего фильма. Из чего потом разгорится гражданская война. В следующем уже сезоне. Я уверен. Вот это полет мыслей. Правильно я их не смотрел. Просто нахер вы это делаете? Я не могу понять. Я, конечно, понимаю. Нужна повесточка. Ну, окей. Сделайте вы черным кого-нибудь, кто у вас не засрет просто ваш сюжет. Из-за того, что он разноцветный. Вот зачем вы такое делаете? Для меня это просто загадка. Учитывая, что это ваш кино. И вы можете черным актерам сделать кого угодно. Так вот, не делайте этого черным. Сделайте кого-нибудь другого. Двадцать актеров черных сделайте, чтобы все заткнулись и не лезли к вам. Ну, почему нет-то? Ну, на здоровье. Где-то живут. Вот такие тоже есть. И что такого? Нет. Специально делают негром ту. Делают персонажа негром в той сюжетной ветке, от которого все зависит вообще. Ну, и там, конечно, сценарий написан просто гениально. Просто гениально. Я не понимаю. Это вот только что же была игра Престолл. Даже сверх говеный, запомоенный Беннивайсом седьмой-восьмой сезон по сравнению с тем, что показывают сейчас. Это, блин, неплохо. А первые там три сезона... Ну, это же настоящий шедевр. А когда смотришь на это, даже не пишешь. Что вы творите? Субтитры сделал DimaTorzok